Это Вести утро Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах местами небольшие осадки. Снег ночью и утром местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В горах порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9. В горах до минус 15. Днем минус 2, плюс 3. И местами до минус 7. На дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 8. Днем 0, плюс 2. На дорогах гололедится. Новогодние каникулы на горнолыжный курорт и Карачаево-Черкесии стекаются тысячи туристов. Благодаря микроклимату в Архизе много солнечных дней. А живописные долины знамениты первозданной красотой. На склонах гор разместились современные отели и апартаменты. А горнолыжные трассы манят различные категории сложности. Из солнечного Архиза репортаж Мурата Джанкиозова. Зимой в Архизе царство горнолыжников, сноубордистов, любителей санок и коньков. Но Ростолье здесь и для тех, кому нравятся спокойные прогулки. А чистый воздух, приятная погода и много солнечного света пойдут на пользу любому гостю. Мне нравится, что курорт развивается, что курорт расстраивается, что появляется много разных возможностей для отдыха разноплановых. Здесь очень вкусно и очень красиво. Первый раз очень красиво. Хорошие инструкторы, хорошие трассы. Всё очень-очень понравилось. У нас есть чем сравнить. Перед этим были на Эльбрусе. Поэтому здесь более красиво. В зимнем сезоне на курорте Архиз работает 27 километров горнолыжных трасс разного уровня. Зелёные трассы для новичков, синие – для опытных лыжников и сноубордистов. А для профессионалов предусмотрены трассы красного уровня сложности. А для экстремалов – чёрные склоны. Почти все трассы оснащены системой искусственного оснижения. Настоящей академией спорта для юных лыжников является детская школа Архизёнок. Все участники получают сертификат о своём уровне катания. Кроме того, проект «Адаптивный горнолыжный центр» предоставляет инновационные услуги инклюзивного горнолыжного туризма для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тут очень хорошие горки, невысокие и хорошая канатка. Ехала в Архиз и поела хичина. Мне очень сильно понравилось. Туристический поток на курорте растёт стремительно. Но для большинства туристов нет нужды покупать и везти с собой лыжи и сноуборды. В пунктах проката доступно около 2000 комплектов горнолыжного и сноубордического оборудования. У нас на курорте работает прокат, несколько станций проката. Инвентаря хватает всем. И прокат очень хорошего качества, свежий инвентарь. Прямо буквально не больше двух-трёх лет многое закуплено прямо в этом году. Сегодня Архиз переживает стремительные преобразования, которые затронут все сферы деятельности курорта. В перспективе строительства международного аэропорта Архиз также планируется связать курорт Архиз и курорт Красная Поляна Краснодарского края автомобильной дорогой протяженностью около 111 километров. Мурат Джанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия, Архиз. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи. Продолжение следует...